привет народ с вами варчик в этом видео расскажу вам последние новости события в игре world of tanks первое о чем расскажу это задача на игровое золото два задания сначала выполняйте первое где нужно за любое количество боев с 4 по 10 уровень в режиме случайные бои либо разведка боем набить 2500 опыта но это буквально несколько боев даже если вы будете играть ужасно и ехать жопой вперед со скалы прыгать и так далее все равно этот опыт вы набьете нужно попасть в топ-10 по опыту то есть если в бою будет 6 придурков прыгающих со скалы и вы один из них и прыгните красивее то все равно попадете в топ-10 по опыту а таких в рандоме летом я вам скажу немало это задание можно выполнить один раз на аккаунт и она на все выходные закончится в понедельник утром после того как вы прошли это задание золотые выходные часть 1 вам дадут марку прям на лоб прилепят и с ней вы сможете попасть во второе задание а второе задание это прям мир роскоши и комфорта потому что вы здесь получите не 250 голды от 300 голды но нужно будет сделать то же самое только не 2500 опыта а 25000 чистого опыта поэтому скала на оверлорде вам поможет за выходные получить 25 тысяч опыта вперед из песни также еще на выходных будет работать бонус при переводе опыта в опыт экипажа в три раза выгоднее чем обычно ни разу этим не занимался с 2013 года если такие люди в игре есть найдите их и спросите чего они там вообще как скидка 50 процентов на оборудование и переобучение экипажа при рекрутировании и пересадке на другую технику за игровое золото скидка 50 процентов на сбросы изученных навыков и умения экипажа за игровое золото скидка 25 процентов на смену специальности экипажа скидка 50 процентов на койки в казарме короче голду получили сразу можете тут же ее и просрать также еще хочу рассказать вам что конструкторское бюро которое якобы планировалось на месяц практически закончилась в первый же день за 33 минуты разобрали объект 780 с 3d стилем ну и к вечеру уже разобрали все остальные даже без 3d стиля танкисты народ не переборчивый чё дали то и забрали а цена уже да какая разница коллекционеры все проколлекционируют даже если это будет какашка на колесиках я этот танк тоже взял ни одного боя на нем не играл а зачем не знаю номер моего танка 8000 какой-то точно я не запоминал да и в целом мне не суть важно ну и теперь интересная новость 15 июня в к которая раньше называлась mail.ru групп объявила партнерстве с леста games в планах совместное развитие киберспорта и игровой индустрии они вместе собираются создавать продуктовые интеграции разрабатывать рекламные технологии и решения заниматься генерацией игрового развлекательного и обучающего контента среди прочего намерены развивать стриминговые сервисы продвигать проекты в сфере киберспорта не только для профессиональных но и начинающих игроков компания ввк видит в рынке онлайн игр потенциал который намеревается реализовать собственными средствами и в сотрудничестве с партнерами вместе с леста планируют создать еще больше качество контента для геймеров и расширить для них возможности не только в части развлечений но и в области творческого и профессионального развития как киберспортсменов на самом деле для меня лично это самая интересная новость очень интересно во что это выльется пока что вижу по словам что я так понимаю они будут какие-то там коллаборации рекламки делать вставлять их друг друга и придумывать новые способы зарабатывания бабла на своей аудитории также они видят что есть свободное пространство на площадке для стримов поскольку youtube монетизацию свою прикрыл по сути если сделать хорошие условия для огромного количества контент-мейкеров на ютубе чтобы они куда-то перешли массово то и аудитория пойдет за ними поскольку на ютубе никого ничего не держит кроме этой аудитории если аудитории будет удобно перейти куда-то и стримером будет тоже выгодно то все с удовольствием я думаю куда-нибудь сместятся в другое место только этого идеального места еще никто не предложил и возможно в этом они видят какой-то потенциал но опять же для этого нужно что-то сделать насколько я слышал в контакте существует раздел видео там vk видео возможно на этой базе что-нибудь сделают как отдельный сайт или что-то типа такого где все будет для стримеров четко и классно по сути там уже все хорошо работает просто пока что непонятно зачем туда переходить и пытаться за собой аудиторию тянуть нужно учесть что под это все нужны сервера и мощность поскольку vk видео уже предлагал с ютуба видосы загружать в этот самый vk видео но туда-сюда это и прикрылась поскольку а серверов то не хватило и как ни крути это все прикольно но нужно много серверов может они там между собой как-то их там понаделают сделают какую-то базу стриминговую получится новая интересная площадка с хорошими условиями я только за по поводу киберспорта а в какой игре вообще киберспорт будет в картошке в которой долгие годы отказывались от киберспорта с рассказами о том что просто медийку это выгоднее развивать чем этот киберспорт который не к силу не городу теперь опять они с киберспорта начинают а в какой игре я не знаю у нас есть вообще наша игра киберспортивная какая-то ну разве что таркова там и так турниры какие-то проходят но здесь тарковым и не пахнет здесь леста и vk где тут тарков я не вижу ворду танц киберспорт или танки от mail.ru там киберспорт есть они вообще там живые war thunder и киберспорт но тут тоже war thunder они ощущают где он куда они его всунут или они просто будут наших киберспортсменов обучать и выпускать их вошло куда они их вообще во что они киберспортивничать будут в доте только вот с кем они в каких турнирах играть будут но разве что в наших между собой да в общем и целом ничего не понятно новость есть она интересная очень хочется узнать во что это все превратится но вы думаете я на эту тему могу очень долго поэтому посмотрим что получится в принципе это все новости о которых я хотел рассказать не забудьте до понедельника работает два задания где можно получить голду но утром она заканчивается с вами был арчи карать красиво подписывайся ставьте лайки пишите в комментариях что вы думаете про эти события всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok